С особым размахом и драйвом на позитивной волне эмоций, сохраняя интригу до последнего момента. В таком колорите на сцене Самарского театра оперы и балета прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Достояние губернии». Его организовали телерадиокомпания «Достояние губерния» совместно с Общественной палатой Самарской области при поддержке правительства региона. Несмотря на дебют, масштабное мероприятие удалось. Более 150 компаний и предприятий боролись за почетное звание в 10 номинациях, затрагивающих практически все отрасли региональной экономики. В каждой номинации, безусловно, были свои особенные критерии, потому что, понятно, номинации все друг от друга отличаются. Но в целом это готовность компании работать на благо региона, яркость развития бренда компании и, еще раз скажу, активная позиция компании в социальном, экономическом развитии нашего региона. Мы все-таки хотим, чтобы наши жители знали и понимали, кто сегодня работает на территории Самарской губернии, кто создает ее богатство, кто создает ее авторитет сегодня. И таким образом, ну как бы вот этот мостик между нашим населением и нашими предприятиями провожить и укрепить. В номинации «Экология и охрана окружающей среды» заслуженную победу одержал хранитель и главная жемчужина ворских красот – Жигулевский государственный заповедник имени Спрыкина. Высокая награда стала своего рода подарком его работникам и обитателям. В этом году заповеднику исполняется 90 лет. Мы хотим обрадовать, что мы стали достоянием губерния. И это я бы хотела сказать, что мы не только наш коллектив радуются, но радуются вся флора и фауна Жигулевского заповедника. То есть теперь каждый жучок-паучок будет себя ощущать достоянием губерния. Наши барсуки, как талисман заповедника Даша и Борис Михайлович, теперь тоже немножко зазнаются. Потребуют, наверное, добавки к питанию. И звездочки на свой двухэтажный апартамент. То есть это как бы нас немножечко будет обязывать. Юбилейный год стал насыщенным на события. Под знаком столетия заповедной системы России Жигулевский заповедник провел масштабную фотовыставку. Организовал 13-й детский слет. В планах строительство еще одной пешеходной тропы с двумя смотровыми площадками. Ждет перемен и городок Барсуков, где планируется появление новых жителей енотов. А недавно на базе Ширяевского лесничества был открыт визит-центр, где можно ознакомиться как с историей самого Жигулевского заповедника, так и экскурсионным маршрутом «Каменная чаша». Мы хотели бы, чтобы достояние губерния, нашей именно территории Жигулевского заповедника, она стала достоянием всех жителей Самарской области. Потому что, в общем-то, это наша жемчужина, наша такая мини-горная страна, которая, в общем-то, в сердце у каждого. В номинации «Сельское хозяйство» победителем стала группа компаний «Синка». Развивая многопрофильный аграрный бизнес под брендом «Зерно жизни», «Синка» вносит значимый вклад в экономику как отдельных территорий, так и регионов в целом. Еще одно желание, ну, совсем простое, как можно чаще оказываться в этой ситуации, в которой я сейчас перед вами нахожусь. А это уже старания нашей команды, которые, я надеюсь, продолжаются и прийти. «Синка» приходила в аграрный сектор вовсе не на готовое. Наоборот, восстанавливали разрушенные элеваторы, осваивали брошенные земли, сами построили современный семенной завод, вложились в технологии и технику. Сейчас активно развивается сразу несколько направлений в сфере животноводства и садоводства для обеспечения жителей региона качественными и полезными продуктами. Сегодня «Синка» не только растеневодческий холдинг, они занимаются животноводством, они занимаются сегодня плодовощеводством, у них есть уже направление развития высадки садов и развития выращивания яблок. Это новые подходы, новые технологии, новые направления деятельности, в которые они сегодня вкладывают средства, и, я уверен, в будущем будут эффективно работать. В номинации «Предпринимательство, малый и средний бизнес» лавры победителя достались предприятию «Бекон». Его продукция под маркой «Фон Бекон» — это уже бренд Самарского региона, широко известный на всероссийском уровне. Символично, что престижное звание, достояние кубернии совпало с юбилеем. Компании в этом году исполняется 25 лет. Все это время традиции «Бекона» неизменны. Производство продуктов только из свежего мяса, от фермеров Самарской области. Колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты, хлебобулочная и кулинарная продукция высокого качества, с соблюдением всех норм и требований. «Большое спасибо организаторам конкурса, большое спасибо правительству нашему, и общественной палате, я уже сказал. И я думаю, это только начало большого пути. Лет 25, а будет и 50, и уже когда нас не будет, уже эта традиция так и будет продолжаться. 25 лет уже кормим нашу самарскую губернию качественной продукцией, и собираемся впредь кормить наших людей, наших самарских. Конкурс «Достояние губернии» стал началом большого пути для всех его участников. Да и сам конкурс теперь может стать ежегодным. Его задачи сейчас особенно актуальны. Самарская область интенсивно развивается. Положительная динамика уже неоднократно получала высокую оценку федеральных властей. Гордиться есть чем, и таких значимых и узнаваемых брендов в будущем станет еще больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова